Вы можете на меня подписаться и поставить уведомление. И вам будет приходить. Так, Вита спрашивает. Общение двух взрослых. 40 и 41. Но не могу понять, зачем он контролирует действия бывшей жены, где с кем говорить детям. И не важно, как они живут, а мне важно. Ищет предлога для общения. А Вы, Вита, кто этому мужчине? Почему Вы за это спрашиваете? Какой вопрос? Вы описали ситуацию. Вы общаетесь или это Вы про его жену написали, что ей 40, ему 41? Вы с ним начали жить вместе, да? В каком статусе? Да, девочки, чтобы быть счастливой в отношениях, для этого мы изучаем мужскую психологию. На моем психотерапевтическом курсе «Мужская психология. Яутадуя». Сколько Вы вместе живете? Сколько Вам лет? Напишите, пожалуйста. И до того, как Вы начали жить вместе, он тоже искал повод общения с бывшей женой? Вы знали, что у него дети? Вы что думали, стерпится, слюбится? Или дети куда-то исчезнут? Или Вы своей любовью будете отвлекать его от детей? Говорит жена, но не было предложения. Ой, знаете, много, как они любят говорить. Друзья, первое правило мужской психологии. Кто знает? Напишите. Первое правило мужской психологии. Тут какие-то эти… Вы пока пишите, а я тут немножко себе что-то поудаляю. Я тут понажимала. Нет, я не собиралась отвлекать его от детей. Они никуда не денутся. Он не сепарировался от бывшей жены. Есть кто не сепарировался от родителей, а у него зависимость от бывшей жены. Вы как бы понимаете это? Конечно, он будет искать повода. У них еще отношения. У Вас нет статуса жены. У Вас нет статуса. У Вас нет статуса жены. У нее есть статус, она бывшая. У Вас нет статуса. Вита, у Вас нет статуса жены. Это все можно говорить, знаете, не мешки ворочить. Особенно первое правило, кто знает. Мы смотрим, что мужчина делает. Вот. А Вы хотите натянуть сову на глобус. Он говорит, а не делает. А Вы принимаете, как будто он делает. Как будто Вы уже жена. Вы просто вместе живете. Вы это понимаете? Что у Вас нет никакого статуса. Никакого, абсолютно. И многие женщины теряют время с такими мужчинами. Они ждут, надеются, соглашаются изначально. А потом страдают и мучаются. А потом привыкаются к мужчине. Он то живет с Вами, у него либидо на Вас понижается, интерес понижается. А Вы привыкаете к нему. Вы все больше и больше в не вовсе. Друзья, пишите вопросы. Мы разбираем сегодня мужскую психологию. Как быть счастливой в отношениях. Как создавать гармоничные отношения. И как, если Вы уже вляпались, всю эту кашу, уже надо эту кашу с ней уже разобраться. Кто уже вляпался, поставьте плюсик. Кто уже втянул себя в отношения, и они здоровые. Вита пишет. Да, я понимаю. Думаю, что с этим делать. Как поставить вопрос ему, чтобы понял, что же дальше. Вит, Вам нужно, во-первых, изучить мужскую психологию. Просто так сказать ему. Это не сработает. Но снова Вам наобещает золотые горы. Снова Вам нарассказывает сказки. И Вы, как маленькая девочка, наивная дурочка, поверите снова Его словам. Чтобы этого не случилось. Для этого и создаются курсы. Мой курс «Мужская психология. Утадуя». Его нужно сначала Вам изучить, пройти, сделать практики на курсе. В течение месяца длится курс. Вы в месяц изучаете. Плюс одна моя консультация со мной, индивидуальная после этого. И Вас потом силы будут так сказать, что он уже не навешивает Вам лапшу на уши. Вы скажете спокойно, без нервов, без истерик, без нервотрёпок, без каких-то там лишних слов. Вы будете чётко знать. Бывает, и говорить не надо. Просто взглядом женщина или делами начнёт так вести себя. Обычно после курса женщины понимают, как себя вести так, чтобы мужчина сам ей говорил, а что дальше? Что дальше у нас с тобой, дорогая? И чтобы он не бежал и не искал повод с бывшей, Вам нужно изучать мужскую психологию. Этот курс в записи. Он записан на уроке моим голосом. Вы его изучаете. И в конце курса, в течение месяца, потом Вы консультацию можете мою получить со мной онлайн. И мы с Вами уже дорабатываем всё, что Вы до курса там, что у Вас какие вопросы остались. И когда Вы изучите мужскую психологию, Вы уже будете видеть, что Вам дальше делать. Друзья, буду благодарна за лайки. Давайте потапаем все по экранчику и пишите вопросы. Кто уже вляпался тоже вот в мужчин-мамсиков. Есть типы мужчин. Второй урок на курсе, мы разбираем типы мужчин. И один из типов мужчин, это мужчина-балабол. Такой бла-бла-бла, как у Виты. Он ей всё обещает, говорит, она соглашается, куча обязанностей на ней, но нет на нём ответственности. Она не в статусе ни жены, как сожители. Ещё бывший мотается. Дальше. Кто согласен, поставьте плюсик, что мужчины и женщины абсолютно разные люди. Абсолютно разные. И внешне, и внутренне. Жду плюсик. Ваш вопрос. Вита, напишите, пожалуйста. Друзья, я психолог, меня зовут Татьяна. Кто первый раз? Давьте знак восклицания. Кто первый раз единичку, будем знакомиться. А кто уже не первый раз? Знак восклицания. Света вижу, Оксаночка вижу, Калина вижу, Викусь приветствую, Оксана вижу. Вита, напишите, пожалуйста. Вита, вы первый раз? Девочки, я психолог, дипломированный, практикующий. Я помогаю женщинам. Вот 18 плюс. Быть счастливыми в отношениях. Быть любимой женщиной. Неудобной, не загнанной лошадью. Не какой-то там, непонятно кем для мужчины, а нормальной, счастливой в отношениях женщины. Для этого и создаются курсы. Для этого эфиры я провожу. Это подготовка курса. Для этого и консультации мы проводим. Приветствую, друзья. Пишите вопросы. Тапаем по экранчику. Жду ваши вопросы. Вита, дайте обратную связь. Напишите, что понятно, что непонятно. Вам понятно, куда двигаться? Или есть какие-то уточняющие вопросы? Задайте. Чтобы вам не впадать в жертву. Чтобы вами не пользовались годами. Чтобы вы себя не теряли еще больше. Поверьте, чем больше вы будете под него подстраиваться, тем для вас будет хуже. Он будет все больше и больше отдаляться от вас. И к жене будет больше и больше клеиться. Поэтому мы внешне устроены с мужчинами по-разному. И надо прям их знать. От и до. От а до я. И это все изучаем на курсе. Урок за уроком. И первый урок мы разбираем типы мужчин. Дякую, дякую. Стараюсь. Женщина счастливая. Она женственная. Она сексуальная. Она... Субтитры создавал DimaTorzok